присоединяйтесь девочки не успела я сохранить эфир мне просто instagram написал что эфир прерван я не смогла его сохранить к сожалению присоединяйтесь ждем еще всех нас было 150 с лишним человек сейчас я пока еще тоже свою презентацию я прямо печалена сейчас печально тем что не удалось сохранить эфир то есть instagram написал что плохое соединение эфир прерван но но молодцы девочки к все кто успевал записать конспект по ходу эфира прямо вам респект это еще раз подтверждает что все надо делать вовремя не откладывать на потом то есть не нельзя послушать эфир а потом еще раз пересмотрю и перезапишу лучше конечно же скрины делали умнички кто делал скрины да можете друг с другом кстати поделиться да я тоже расстроена звук есть у всех не успели на начало плохо вообще да вот что сделать мне первый раз такое что у меня не удалось сохранить эфир что эфир прерван ну восстановить я так понимаю что в инстаграм нельзя да господи молодцы какие сохранили все я как ребенок обрадовалась девочки все эфир сохранили на эфир уже в ленте ну реально жалко когда ты делишься информацией она вдруг раз бах и слепала все никто не плачет все хорошо у нас так ты смотрите правда расплакалась вот такая вот я натура чувствительная потому что на самом деле ты даешь от души ты хочешь чтобы данная информация дошла до людей я очень благодарна тому что сейчас на эфире очень много людей тем кому я могу быть полезны ищем а я первый раз и живи в эфире плачу чудесный марафон девочки так что хотели сказать у меня тут мастер уже пришла татьяна не обращается на нее внимание на будет готовить кресло к прихода человека через полчаса у нас возобновляется работа вот мы говорили про статические изменения да что очень часто бывает такая вещь когда не резко происходит травмирование ногтя это касаемо но конечно да а постепенно да то есть человек сам того даже не замечает ему не больно но в один прекрасный момент он видит что с ногами прям вот беда проблема что случился они холиз и как правило девочки он симметричен смотрите я к протезирование отношусь по-разному да и стараюсь его использовать максимально максимально редко почему покажу витрину почему я использую максимально редко протезирование потому что ни одно протезирование не имеет сроста ногтя с ногтевым ложе да то есть получается мы накладываем пирожок который при отрастании он отходит также да у него нет с роста с ногтевым ложе да и при толчковой фазе шага чуть-чуть небольшая длина отросла не все клиенты следят за длиной и строго подпиливают там еженедельно нет как правило вы сделали протезирование клиент ушел и забыл нафиг пришел там через месяц а у него вот так вот отросло и что происходит происходит механический отрыв дальше да то есть вместе с протезированием может дальше отрываться та самая часть ногтя которая еще была приросшей вот в данном случае именно так и было человек год протезировал и она говорит что каждый раз я обращала внимание на то что остаток ногтя все меньше 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 и меньше и когда сам человек уже смекнул что ему протезирование вообще не как да ну нельзя я говорю окей давайте мы с вами протезирование не делаем мы делаем оттяжку тейпами мы еще ставили с ней слабенькие титановые нити для того чтобы поддерживать форму до форму ногтевого ногтя чтобы ногтевой ложи не деформировалась мы однозначно капали препараты а именно экстракт капали экстракт монарды вот стимулировали рост да то есть предохраняли от бактерий стимулировали рост ногтя и оттягивали еще и тейпами оттяжку делали вот сейчас у девочки вообще все хорошо она прекрасная мама двоих детей и про проблему с ногтями она забыла но она естественно убрала узкую обувь которая в принципе и спровоцировала изначально ее проблему с онихолизом да 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 и так что мы можем для того чтобы профилактировать онихолиз однозначно если мы говорим про руки про ноги однозначно не носить узкую обувь не носить обувь не по размеру девочки не по размеру это нет не только означает что нам короткую тесную обувь нельзя носить но нам нельзя носить и слишком свободную обувь да то есть если у вас пальцы упираются это плохо но если у вас пальцы еще знаю у них там два сантиметра запаса это тоже плохо почему потому что нога в такой обуви она будет скользить и это трение скажем так она будет приводить к тому что при каждом шаге у вас будет стопа врезаться в край обуви и получается травмироваться 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 при каждом шаге казалось бы свободную обувь носим онихолиз появился так и есть да то есть мы носим обувь по размеру да то есть оставляя запас где-то 0507 миллиметра на амортизацию стопы да у нас стопа структура не динамическая она ой не статическая она у нас в динамике постоянно находится да у нас есть рессорная функция стопы у нас стопа амортизирует поэтому обязательно небольшой запас в обуви но должен быть но еще раз повторюсь не слишком большой чтобы стопа не вреза не врезалась в обувь не травмировалась вот профилактика грибковых инфекций да потому что у нас грибы могут быть как первичны при проблеме онихолиза так и вторичным да то есть если они хались есть туда может присоединиться инфекция грибковая но инфекция грибковая может спровоцировать онихолиз да когда инфекция попадает через дистальный край ногтя либо через проксимальный ой через медиальные латеральные на через боковые края тоже если стеночки у нас перепели на особенно вот туда также может проникнуть инфекция и тогда она уже первично и дает нам потому что грибы въедаясь ногтевую пластину дают нам как раз таки от слойку ногтя от ногтевого ложа то есть грибы могут спровоцировать онихолиз то есть профилактика грибковой инфекции как возможно возможно при помощи препаратов опять же таки наши замечательные линейки ну люблю я эту линейку обожаю просто вообще как саму себя то есть вот таким вот спреем и например тем же самым экстрактом или маслом мы можем делать профилактику противогрибковую особенно для кого это важна профилактика для тех людей которые ходят очень часто по общественным местам сани сани сауны бани спортзалы для тех детей кстати которые занимаются спортом и у них потеют ноги в кроссовках на обязательно обрабатываем спреем девочки про все составы еще раз повторюсь есть вебинар которым еще кстати три места разыграем самые внимательные и быстрые получат 33 человека получат бесплатный доступ к этому вебинару про косметевтику там я подробно рассказываю про составы про применение продукции про противопоказания динамики то есть все в этом вебинаре есть а для всех участников сегодняшнего марафона я делаю большую скидку и вы данной даже если вам не повезет получить данный вебинар бесплатно вы чисто за символическую стоимость за 500 рублей можете приобрести этот вебинар но только если вы сегодняшний участник сегодняшнего марафона до делайте screen в подтверждение и пишите в личку я вам открою доступ к этому вебинару так что я хотела сказать профилактируем до профилактируем обязательно грибковую инфекцию также еще можно высушивать обувь у спортсменов да за детьми надо обязательно следить за гидрозниками за подростками у которых стопала постоянно влажные обязательно нужно следить за тем чтобы у них обувь высыхала за ночь чтобы там не развивалась патогенная микрофлора стимуляция активного кровообращения нам также помогает устранить причину то есть не допустить образование анихолиза потому что если ногтевая пластина растет быстро она эластичная прирост с ногтем с ногтевым ложем у нее классный хороший да то такая ногтевая пластина естественно че я отрываться она сильная крепкая даже если на нее будет оказано давление она все равно устоит поэтому хорошее кровообращение нам дает хорошую сцепку ногтя с ногтевым ложем до гимнастику я фиг знает почему я сюда гимнастику написала снятие нагрузки при различных деформациях это как раз стельки до постановка правильной позиции стопы относительно полу очень важна дабы стопа не сворачивалась да и не перераспределялась нагрузка на чаще всего большой палец подвергается этой нагрузке то есть если стопа у нас правильной позиции значит нагрузка распределяется равномерно то есть стельки это тоже как профилактика анихализа если мы говорим про ноги ну и конечно же нельзя ставить корректирующие системы на слабые ноготочки этим самым мы можем спровоцировать как раз таки проблему анихализа то то есть хотели как лучше получили очень вот поэтому за этим девочки ну правда не знаю зачем я гимнастику написала но наверное потому что она тоже улучшает кровообращение вот гимнастика всем полезно и так как обещала контакты пожалуйста тоже можете делать скрины это мои контакты для сотрудничества по косметистической линейке отправляем во все регионы даю консультацию всем мастерам если нужна срочная консультация звоните то есть кидайте фотографию проблемы звонить и говорить с ним помоги так это то что сюда что сюда надо что лучше вот до гимнастика полезно без разницы вообще она профилактирует абсолютно все согласна так и так мои дорогие я сейчас хочу разыграть 3 тогда да 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 барабанная дробь я сейчас хочу разыграть свой подарок да то есть это бесплатный вебинар по косметической линейки академика среди вас то есть три человека сейчас я их зафиксирую тоже своим скрин скрин скрином за нами наблюдают спасибо что наблюдаете рады быть полезный так зафиксируюсь в скрин этих троих победителей и однозначно потом вышлю доступ к вебинару и так первый человек который правильно сейчас ответить на вопрос получит самый первый доступ к вебинару и так вопрос слушайте внимательно скажите пожалуйста синегнойная палочка это бактерия или гриб кто первый ответит тот получит доступ к вебинару бесплатный и так синегнойная палочка это бактерия или гриб бактерия она подолок фиксирую вас все поздравляю я вам вышлю доступ вы мне присылайте свою почту я вам открою доступ к вебинару молодцы девочки умнички вообще все отвечают правильно но вот она была самая первая и так дальше второй вопрос для тех кто внимательно слушал нужно ответить да или нет данное средство тинктур возможно использовать на грибковую инфекцию ответ да или нет кто самый первый тот получает доступ так я внимательно смотрю нет правильно так фиксирую пиши мне в директ и получаем доступ к вебинару это уже у нас второй победитель так нет а ты правильный ответ нет тинктур нельзя использовать на инфекцию потому что в его составе коллаген кератин а это грибы наши очень любят да мы тинктур присоединяем только когда у нас поработал противогрибковый препарат 10 минут клиент уже пришли так ну что я screen сделала всех победителей девочки я вам покажу да там к сожалению не было четкого имени а был ник вы можете помахать нам ручкой второй победитель но правильно ответил слова было нет нельзя нельзя использовать на грибы так ну и что и третий вопрос завершающий и человек получит третий человек получит доступ ответьте мне пожалуйста вот есть два продукта про которые я сегодня говорила экстракт монарды и масло монарды какой из этих продуктов максимально концентрированной у какого продукта молекула меньше и проницаемость глубже экстракт или масло монарды пишем либо экстракт либо маслом экстракт монарды вот пожалуйста третий победитель у нас катерина здесь вот есть имя поэтому катерин да вам достается тоже открытый доступ к вебинару по косметической линейки академика молодцы девочки очень много правильных ответов но катерина оказалась шустрее да это экстракт у него за счет его добычи до методом экстракции сохраняется очень насыщенный то есть это стопроцентный экстракт продукта до экстракт монарды вот и у него маленькая молекула которая позволяет проникает препарату глубже кто-то просил показать витрину могу сейчас показать собственно говоря мы с вами закончили до скрины сделали всем сейчас я как вернуться так чтобы ушла картинка девочки кто знает как это сделать и так не знаю как сделать на весь экран чтобы был было было я а вот сделала ну вот могу вам показать витринку свою это и киевская витринка девочки на ней надо дополнить еще не все вчера у нас ревизия было вот выставим сегодня то есть вот такая витрина она стоит видимости да и 1 2 кресла вот и ну по этому поводу девочки кто хочет пообщаться еще в личке пишите я всегда рада мы можем сделать еще изу и обсудить именно эту проблему потому что у многих есть затыки с продажами в кабинете вот спасибо большое так пишем не в директ кто хочет приобрести вебинар пишем послание мне в директ да я свои координаты оставляла могу вот еще раз оставить делайте скрин и пишите в директ всем спасибо девочки спасибо за то что на протяжении полутора часов вы были со мной я очень рада что зашла вам информация растите развивайтесь посещайте бесплатные семинары платные семинары вебинары любая полезная информация которую вы приобретаете она помогает вам в работе а еще лучше конечно же ездите на оффлайн обучение все до связи пишите пока пока ты решить